Силу и благодать, чтобы нам можно было исполнить, потому что мы не своими силами движемся, но благодатью через веру. Мы не своими мозгами, но мудрость, ходящая свыше, и не своими чувствами, но любовь, которая превыше всякое уразумение. Каждый раз приходит в наши сердца, в собрание святых, наполняет нас, и располагает Господь просто двигаться во Святом Духе, и да си борим от Него, и да вършим това, което Господь не е казал. Аллилуйя. Слава на Тебе, всемогущий Бог. Мы Тебя за это благодарим, и поклоняем Тебе, во имя нашего Господа Иисус Христа. Аллилуйя, аллилуйя. Аминь. Слава Богу, сегодня я приготовил для Вас одну уникальную проповедь, и слава на Господь, днес подготових за Вас една уникальна проповедь, которая сегодня я получил ночью, и она называется Илья или Иезавель. Свобода или рабство. Благословение или проклятие. Жизнь или смерть. Живот или смерт. Кто может избрать? Вот Бог вот так предлагает. Господь не предлагает Тебе. И это написано в книге Второзакония. Давайте мы все откроем. Книга Второзакония, 30 глава. 30 глава. С 15 стиха. 15 стих. Я прочту. На проекторе можно будет читать на болгарском языке. Вот я сегодня предложил Тебе жизнь и добро. Смерть и зло. Бог предлагает жизнь и добро. Господь не предлагает живот и добро. А с другой стороны смерть и зло. А с другой стороны смерть и зло. Благословение и проклятие. Благословение и проклятие. Но потом Бог добавляет. Обаче след това Господь добавя. Жизнь и смерть я предлагаю Тебе. Избери жизнь. Избери си живот. И Бог предупреждает последствия на нашето послушание. Исполнение заповеди. И предупреждает о том, каковы последствия нашего непослушания. И когда мы не исполняем заповеди. 16 стих. Если будем слушать заповеди Господа Бога твоего, которую я заповеду тебе сегодня, любить Господа Бога твоего, ходить по всем путям Его, исполнять заповеди Его, и постановления Его, и законы Его, то будешь жить, и размножишься, и благословит тебя Господь Бог твой на земле, в которой ты идешь, чтобы овладеть ею. Если же отвратится сердце твое, и не будешь слушать, и заблудишь, и станешь поклоняться иным богам, и будешь служить им, то я возвещаю вам сегодня, что вы погибнете, и не пробудете долга на земле, которую Господь Бог дает тебе, для овладения которой ты переходишь Иордан. Во свидетельство, пред вами призываю сегодня небо и землю, жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие, избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое, любил Господа Бога твоего, и слушал глаз Его, и прилеплялся к Нему, ибо в этом жизнь твоя, и долгота дней твоих, чтобы пребывать тебе на земле, которую Господь Бог склятываю обещал Отцам твоим, Аврааму, Исааку, Иакову, дать им. Аминь. Бог дает нам право выбора, правда? Господь не давал право за избор, но Он также предупреждает последствия. Обаче, също така не предупреждава за последицы. То есть, мухамора кушать можно, да? То есть, отровни гъби можат да се едут, но потом умрешь очень быстро. Обаче, след това, бързо ще умрешь. Лучше кушать белые грибы, правда? Подобре да иреш белые грибы. И получишь хорошую пользу, потому что белый гриб, он как настоящий белок мяса, растительного происхождения. Мясо от растительного происхождения. Неспроста собирание грибов называют третьи охоты. И не на праздно собирание на гъби го наричат третий лов. И сегодня моя тема именно об этом. Имея свободу выбора, как нам правильно выбирать. Я могу так сказать, что апостол Павел для себя что выбрал. В одном послании он пишет о том, что я выбрал право не иметь выбора. В одном послании пишет, что я избрал правото, да няма избор. Потому что я выбрал Христа. За что ты избрал Христос. И теперь все, что он мне не скажет. И сега каквото и да ми каже. Я буду это исполнять. Силы Святого Духа. Апостол Павел принял право решения не иметь выбора. И делать то, что Иисус Христос ему говорит. Но апостол Павел к этому пришел. Он, можно так сказать, через страдания. Навык послушанию. Как и о Христе написано. Что и сам Иисус Христос с страданиями. Навык послушанию. Через страдания и навицы на послушание. То есть апостол Павел исследовал стыбки на Христос. И через страдания. Он вышел в такое полное послушание. То есть стигнал полното послушание. И был очень благословен. И был благословен убил. А можно каждый раз выбирать. Как можно всякие под да избирами. Проклятие. Вы знаете, если у ребенка спросить. У подростка спросить. Ты хочешь сегодня в церковь. Ходи ли ты се на церковь. Ты хочешь, доченька, сегодня в церковь. Ходи ли ты се на церковь. Хочешь иди, а хочешь не иди. Ако искаш отивай, ако не искаш не. Что скажет ребенок? Какво ще кажет детето? У него статистика говорит 90%. Статистика така казва, че 90%. Ребенок скажет. Я не пойду. Детето ще кажа. Мама, о чем ты вообще? За какво говоришь изобщо, мама? У меня есть более важные дела. Мне надо порнушку посмотреть. Трябва да погледам порнушку. Пока тебя не будет дома. Мне надо там просто по двору побегать. Или да си бягам из двора. И поучиться у более старших пацанов. И да поучиват по горельным учетам. На серьезные дела. Как ножом пользоваться. Как да используем нож. Как драться. Как да сбить. Как мочить. У меня мама более серьезные дела. У меня мама более серьезные дела. Почему? Потому что ребенок, он живет по плоти. И он не научен. Давайте мы это запомним. Он не научен советоваться с Духом Святой. Как апостол Павел пишет, я не советовался со своей плоть, а советовался с Духом. Но ребенка этого надо научить. И как научить? Своим собственным примером. Вы знаете, вот в нашей семье, у нас не ставал вопрос о том, что идти нам в церковь или не идти. Идти детям в церковь или не идти. Или дали детсата, да ходят на церковь или не. Встали, оделись и поперли. Вопросов никаких мы не задавали. Встали, оделись и пошли в церковь. Никаких вопросов. Никаких отговоров. Вы знаете, я служил в армии. Скажу вам такое, ну может быть это не очень хороший пример, но он очень точен. Вот в армии в девятнадцать лет я начал курить. Я не верил ни в Бога, ни в черта. Тогда я прошел обучение в учебном батальоне. Я уже говорил, в специальном подразделении. И там, если ты не куришь, у тебя нет времени на отдых. То есть, надо курить, чтобы был перекур. И мы все закурили. Потому что выбора у нас не было. И вот кто-то очень хорошо заметил. Кто-то заметил так, что если подойти к другому курсанту или солдату. И спросите у него. И го питаш. Слушай, у тебя найдешь ли сигаретка? Имаш ли цигарка? И есть закуритель? Имаш ли да пуша? И знаете, какой ответ всегда был? И каков е отговора винога? Практически всегда... Ну а не, нету. Почти винаги те казват, не, нямам. Развернулся и ушел. И отивам и стригу. То есть, когда человеку предоставлялся выбор, дать или не дать? Человек, как правило, выбирал. Да нет, конечно, не само мало. И кто-то... Просто нащупал вот эту тактику. Как просить так, чтобы тебе не отказали? Подходишь к человеку... Пошли покурим. И ему казваш... Ай, да ходим да пушим. Дай покурить. Дай да пуша. И так далее. То есть, это не был вопрос. Это было в форме какого-то даже приказа. Това беше в подформата на указ даже. Пойдем покурим. Доходим да пушим. Доставай сигареты свои. Вади сигареты. Давай мне вот эту. Дай ми. И вы знаете, практически никто никогда не отказал. И почти никога никой не отказал. Вот это интересный феномен. И това интересен феномен. Но почему я об этом говорю сегодня? За что ви говоря за това днес? Потому что вот с детьми надо сейчас так разговаривать. Защото с децата трябва така да си говори. Когда встает вопрос о Боге... Когато става вопрос за Бог... Если вы хотите детей своих научить... Ако искате децата си да ги научите... Следовать за Богом... Да го следват... Это вы знаете как выводить своих детей... Треба все одно да искарвате децата си... Из дома, который горит. От кышта, която гори. Нам их спасать надо. Трябва да ги спасяваме. Кто... В горячем доме спрашивает ребенка. Ты пойдешь? Кой в запалена кышта пита детето си... Дали ще... Наружу, там, где уже нет огня. Ты хочешь жить или ты не хочешь жить? Живее ли ти си или не ти си живее? Люди задают такие вопросы? Хората дали питат такие вопросы? Люди хватают за шкирку своих родных детей... И тащат их... За врата... Из горячего дома. И дырпат от тази кышта. Побежали. Да бягат. Побежали скорее. Да тичат от там. Проползая вот здесь. Проползая и тук. Никто не спрашивает, правда? Никой не ги питат. Но мы вот сейчас живем в таких обстоятельствах. Когда не дети должны диктовать родителям условия. А когда родители просто говорят конкретно. Что касается Бога, мы не спорим. Че това, което се касает Господь, там няма да спорим. Это просто нам необходимо делать. Такова наша обязанность. И това е наша задолженность. Христианская обязанность. Христианская должность. Можешь сказать на это аминь? Можешь ли да кажем аминь? Это спасение наших детей. Това е спасението на наши деца. Если ты хочешь сам спастись. Без детей. Ну просто забудь про них. Просто забей. Просто забей. Но если ты хочешь сам спастись. Как написано. Спасешься сам. И спасется весь дом твой. Тогда слушай, что тебе Бог говорит. И говори детям, что им надо делать. Вот в таком вот режиме. В този режим. Мы сегодня идем. Днес отиваме. Мы сегодня читаем. И днес броим. Мы сегодня молимся. Днес се молим. И мы сегодня помогаем. И помогаем. Аминь или не аминь. Ну вот так. Вот. У нас это было в наших сердцах. В наших сердцах беше така. Просто врезано. Буквально. Просто изрезано там. Знаете. Просто Духом Святым Бог. Святия Дух Господь просто. Просто как на платенных скрижалях в наших сердец. Го и написал на скрижалите на сердцата. Написал. И написал. В детей не надо спрашивать. Детям надо просто говорить. Трябва да им казвате. Встаем и идем. Вставаме и уйтиваме. Потому что вы знаете. Я еще раз повторю вот эту иерархию. Повторю тази иерархия. Когда семья христианская. Когато христианское семейството. То там все как написано. Там всичко и как так. Когда Бог на первом месте. Когато Господ significant. Все встает на свои места. Сперва Бог. Потом Христос. Потом глава семьи муж. Потом жена. След това е жената. И потом дети. И след това садиката. Обаче. Когато семейство не слушает. И делают, что хотят. И в семейство е полна анархия. то вот эта схема, она переворачивается. И тогда что происходит? Мир, в главе с Сатаной, потом идут дети. И через детей, дьявол может творить все, что хочет. Такая анархия может просто пройти. Полный беспредел. Попробуй вот ребенку дать полную власть. И такой дурдом придет в дом. Потом идет жена. И на последнем месте муж. Болтается как хвост там. И дети диктуют условия. Но я хочу сказать более точно. Бесы через детей начинают диктовать условия. Знаете, я себя помню. Я родился в атеистическом семействе. И в нашей семье никто не верил Бога. И в нашето семействе никого не верил Господь. И я помню себя маленьким. Я был младшим в семье. Я был четвертым ребенком. Я был самым любимым. Я был любимчиком. Как правило, младшие дети не самые любимые. Родители научились уже на старших. Родители са научили по-големите как да воспитават. А младшеньки, вот он уже. И по-малкия, вече. Его можно немножко побаловать. Може малко да го поглезем. Даже в те же тяжелые времена. Даже в по-тежките времена. И я помню, мне дали такую власть. И си вспомним, че мне дадоха такава власть. И такую волю. И такова воля. Я был очень самовольный. Яс бях самовольный. Своевольный. Капризный. Капризный. Чуть-чуть истерики устраивал. От най-малкото нещо. Очень легко обижался. Истерии. И се обиждах много летом. Тогава имах много силно его. В пет лет я мог топтать. На пет години вече. Вот так своими ножками кричать. Вопить. И я помню, как я когда-то давил своего родного отца. И си вспомним, че така искарах баща си извън нервите. Он еще тогда жил с нами. Той тогава още живеющий с нас. И я помню, что он не выдержал. Сватил меня. Снял ремешок. Свали колана си. И наказал меня по-библейски. И мне наказал по-библейски. Розга. Посадил меня вот так на колено. И сложил на коленете си. И отшлепал меня ремнем. И мы ударили с колана. И я хочу сказать сегодня. И искам да кажу, че днес я благодарен ему за этот поступок. Азам благодарен за тази поступка. Чуть позже. И малко по-касну. Когда у меня начали гормоны гулять. В пубертатном возрасте. Я тоже начал на улице беспредельничать. Започнах на улице, таза вършал някакви глупости. Ходил и хулиганил. Или учился у хулиганов. Потому что мои старшие братья. Средний брат был очень страшным хулиганом. А старший брат был бандитом. И он даже сидел в тюрьме. Даже бил в затворе. И вот так все, что си учих, гледах. И вспомнил, как изнервил майка си. То она уже выбилась из сил. И никакие слова ее. Никакие ее нотации. Уже вообще не работали. И она меня загнала в спальню. Я помню, что она взяла шланг. Шланг от стиральной машинки. Знаете, раньше такие были смешные стиральные машинки. Такие круглые. И там можно было шланг просто. И там можешь просто да си стръгни този маркуч. Его можно было снять. Его можно было одеть. Просто да си махни. Она сорвала шланг. И отклистала меня шлангом. И меня бис с него. И вы знаете, я хочу сегодня сказать. Я благодарен своей маме. Вот за этот поступок. Потому что после этого поступка. Я начал ее слушать. Слушай, что мама говорит. Иначе шлангом получишь. Один раз он отшлепал меня хлопушкой. Хлопушка, которая раньше. Это значит такие пластмассовые. Жесткие пластмассовые хлопушки. Которые ковры. Вот так шлепали. Чтобы отпыли. И меня вот эта хлопушка отшлепала мама. Это я второй раз я довел. Но я благодарен своим родителям. Потому что они через страдания. Научили меня послушание. Потому что они были родители. И слава нашему Богу. Слава на наше Господь. Я вот сегодня об этом. И днез за това говорю. Давайте я открою первое место. И еще утворю первое место. Которое написано. Кое-то го пишем. В 21 главе. В 21 главе. Третье царство. Третье царство. 21 глава. С первого стиха. От первого стиха. Я бы хотел сегодня поразмышлять вместе с вами. О. Я бы хотел с вас до сих пор мыслим. И Завели. За И Завел. И о пророке Илии. И пророк Илья. И вот если говорить о характере И Завели. Я бы говорим за характер на И Завел. Мы все слышали про И Завель. Правда? Всички смечували. Об этой женщине написано и в Ветхом Завете. За тази жена пиши и в Старий Завет. И удивительно, что об этой женщине даже написано в Новом Завете. И за тази жена пиши и в Новый Завет. В последней книге. В последней книге. В книге Откровения. В книге Откровения. Что написано в Ветхом Завете? Как его пиши в Старий Завет. «И было после сих происшествий у Навуфея, израильтянина, в Израиле, был виноградник подле дворца Ахава, царя Самарийского. И сказал Ахав Навуфею, говоря, отдай мне свой виноградник. Царь просит у Навуфея, у обычного израильтянина, виноградник, который царю понравился. Из него будет у меня овощной сад. Вот царь решил сделать там овощной сад. «Ибо он близко к моему дому, а вместо него я дам тебе виноградник лучше этого. Или, если угодно тебе, дам тебе серебра, сколько он стоит. Но Навуфей сказал Ахаву, сохрани меня, Господь, чтобы я отдал тебе наследство отцов моих. И пришел Ахав домой встревоженный и огорченный тем словом, которое сказал ему Навуфей, израильтянин, говоря, не отдам тебе наследство отцов моих. И в смущенном духе лег на постель свою и отворотил лицо свое, и хлеба не ел. «И пошла к нему жена его, Изавель, и сказала ему, отчего встревожен дух твой, что ты хлеба не ешь. Он сказал ей, когда я стал говорить Иуфею, и сказал ему, отдай мне виноградник твой за серебро. Или, если хочешь, я дам тебе другой виноградник вместо него. Тогда он сказал, я не отдам тебе виноградника моего наследства отцов моих. И сказала ему Изавель. И послушайте внимательно, что сказала Изавель, это очень хорошо характеризует эту женщину, жена его. «Что за отцовство было бы в Израиле, если бы ты так поступал? Встань, ешь хлеб и будь спокоен. Я доставлю тебе виноградник и его фея израильтянин». И написала она от имени Ахавы письмо, запечатала его печатью и послала эти письма к старейшинам и знатным в его городе, живущим с Навуфеем. И я коротко расскажу эту историю, потому что читать очень долго. Она кратко еще расскажет эту историю. Она подговорила старейшин. Тя, я говорила со старейшиней. Вознести Навуфея. Привознесет Навутей. Как человека. Кату человек. На высоту. На една везучина. Петь ему дифирамбы. Чтобы его имя звучало в городе. Посадить его на высоком месте. И потом подговорить двух негодных людей. Которые бы его оклеветали. О том, что он хулит. Хулит Бога и Царя. Хулит Господь и Царя. И что сделали старейшины? И как вас направили старейшины? Они в точности исполнили повеление Изавели. Тейса исполнили его в точности повеление на Изавели. Вот как она им приказала, как она им сказала. То есть, женщина имела колоссальное влияние. Ну, жена царя. И старейшины все это исполнили. Старейшины Тевсичкуса исполнили. А говорили этого человека. Те са заклеветили този человек. Посадив его на самое высокое место. Попрво са го сложили на высочное место. То есть, это было на виду у всех. То есть, убило пред всички. И потом его вывели за город. И след това са го искали из града. И побили его камнями. И са губили с камнями. То есть, что сделали? Убили его. Те са го убили. Оклеветали. Оклеветили са го. И потом убили. И след това го убили. За что? За какво? Да ни за что. За нищо. Потому что он не захотел отдавать. За что-то той не поискал да дава. Не захотел продавать. Не поискал да продава. То, что понравилось царю. Това, което на царе ему сихаресало. Как говорил Сталин. Как ты казвал Сталин. Иосиф Виссарионович, да? Есть человек. Какой има человек. Есть проблема. Има проблем. Нет человека. Нет проблем. Няма проблем. Убили Навуфея. И проблема ушла. И проблема сезаминала. И потом Изавель входит в спальню. И это уже 15 стих. Услышав, что Навуфея побит камнями и умер. Изавель сказала Ахау. Встань. Возьми во владение виноградник Навуфея. Который не хотел отдавать тебе за сей бро. Ибо Навуфея нет живых. Он умер. Когда услышал Ахау, что Навуфей, израильтянин, был убит, разодрал одежды свои и надел на себя в речисти. И потом встал Ахау, чтобы найти виноградник Навуфея и взять его во владение. И было слово Господни Килии Весфитянина. Появляется на горизонте пророк Илья. И так же появлял пророк Илья. Встань поди навстречу Ахау, царю израильскому, который в Самарии. Вот он теперь в винограднике Навуфея. Куда пришел, чтобы взять его во владение. И скажи ему. Слышите, к чему ему призваны, верующие? Мы призваны говорить царям. Мы призваны говорить власть имущим. Призваны сме да говорим на унези, които имат власт. Потому что если никто не скажет. Защото ако никой не им каже. То ничего не произойдет. Нищо няма и да се случи. Вначале было слово всегда. Първо е било словото. Все начинается с обличения. И всичко се започва от обличения. И только потом приходят суды. И само след това идват съдовете. И если челек не внял. И ако човек не е разбрал. То потом Бог будет с ним разбираться. След това Господь ще се управя с него. И скажи ему. Так говорит Господь. Ты убил и еще вступаешь в наследство. И скажи ему. Так говорит Господь. На том месте где псы лизали кровь на вуфее. Псы будут лизать и твою кровь. И сказал Ахав Ильи. Нашел ты меня враг мой. Он сказал. Нашел. Ибо ты предался тому. Чтобы делать неугодное предачами Господа. И раздражать его. Так говорит Господь. Вот я наведу на тебя беды. И вымету за тобой и истреблю у Ахава. Мочащего к стене. То есть кого? Вплоть до пса. И заключенного. И оставшийся в Израиле. И поступлю с домом твоим так. Как поступил я с домом Иерова Ама. Сына Наватого. За оскорбление которым ты разряжал меня. И ввел Израиля в грех. Так же и Айзавели сказал Господь. Псы съедят Айзавели за стеной Израиля. Кто умрет у Ахава в городе. Того съедят псы. А кто умрет на поле. Того расклюют птицы небесные. Не было еще такого как Ахав. Ахав который предался бы тому чтобы делать неугодное предачами Господа. К чему подущала его жена его Иезавель. Он поступал весьма гнусно. Последуя идолам как делали Амуреи. Которую Господь прогнал от лица сынов Израилевых. Выслушав все слова сии Ахав. И смотрите что делает Ахав. Он умирился пред Господом. Как вы правили Ахав. То есть умирил пред Господом. Ходил и плакал. Ходил и плакал. Разодрал одежды свои. И возложил на тело свое в речище. И постился и спал во речище. И ходил печально. То есть произошло. Я не скажу что покаяние. Но раскаяние точно произошло. Человек раскаялся. В этих делах. И смотрите что Бог на это говорит. И было слово Господне Килию Весфитянину. Абахая. И сказал Господь. Видишь как смирился предо мной Ахав. За то что он смирился предо мной. Я не наведу бед в его дни. В одни сына его наведу беды на дом его. То есть за то что это было не покаяние. А раскаяние. Если бы Ахав покаялся. То есть обратился бы о своих мертвых делах. Прекратил бы заниматься идолопоклонством. И блудодеяниями. В которые ввела его Изавель. То Бог бы вообще отодвинул бы свои суды. Но Ахав раскаялся. И что это значит? Он просто поплакал. Немножко посыпал себя пеплищем. Даже попастился. И даже поспал в овречестве. И потом. И след това. Стал продолжать делать свои прежние дела. То есть в человеке ничего не изменилось. Об этом говорит Слово Божие. Кто такой Изавель? И куя Изавель. 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 Это имя финикийского происхождения. Твое имя тот финикийский происход. Дочь седонского царя. Дочь седонский царь. Она ну как по политическим соображениям она стала женой царя Израиля. То есть по политически. Мотива. 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 Женой царя Израиля. Израил. Седьмого царя израильского. Седьмого израильского. Именно она положила начало падения Израиля. И точно тяя положила начало то нападанье то на Израил. Ввела в страну поклонение финикийскому божеству Ваалу. И вкарала держава того в поклонение на един идол. То есть Богу Солнце. Но на Бога на Солнце то. Прилагала всевозможные усилия, чтобы истребить всех божьих пророков. Прилагала и всички усилия до убии всички божьей пророци. Я так просто взял такие выжимки, потому что об этом говорить можно очень долго. Просто взях на такие силы, не факты, за что-то много может. Но слава Богу. Бача слава на Господь. На то время начальствующий дворцом Ахава. Успел скрыть сто пророков Господних. Он скрыл их в пещерах. И питал их хлебом и водой. Давайте мы об этом прочтем коротко в Третьей Царстве. Восемнадцатой главе. Восемнадцатой главе. С первого стиха. Вот первый стих. По прошествии многих дней было слово Господника Ильи в третий год. Пойди и покажись Ахаву. И я дам дождь на землю. Потому что мы знаем по Библии, что... В качестве суда. Над целым государством. Что произошло? Какво се случило? Или я помолился Богу. Или я се помолил на Господ. Чтобы не было дождя. За да няма дождь. И дождя не было сколько? И нямало дождь колко время? Три года. Три години. Представьте себе. Три години. И шесть месяцев. И шесть месяцев. Не было дождя вообще. Нямало дождь изобщо. Земля, она как бы была проклятая. И земля-то была проклета. И потом Илья. И след твой Илья. По Слову Господню. Спорит Господну Слову. Опять помолился. Отново се моли. И Бог дал сильный дождь. И Господь давал билен дождь. Второй стих. И пошел Илья, чтобы показаться Ахаву. Голос же сильный был в Самарии. И призвал Ахав Авдия. Начальствующего над дворцом. Ахавдия же был человек весьма богобоязненный. И когда Изавель истребляла пророков Господних. Она их истребляла. Она их искала. Садила в тюрьмы. И потом убивала. Изавела истребовала прородство. То, что сейчас, хочу сказать. Происходит по всему липу земли. То есть верующие люди пропадают. Верующие хоры исчезут. Потом выясняется, что их просто где-то... Если это вас и вот кривачи просто някори... Убивают. И убивают. Или они куда-то пропадают. Исчезут. Во многих странах происходит страшное преследование христиан. Много остальни сега преследуют христиане. И когда Изавель истребляла пророков Господних. Авдий взял сто пророков и скрывал их. По пятидесяти человек. В пещерах. И питал их хлебом и водой. То есть вот этот Авдий, он спас всего лишь сто пророков. Авдий спасил сто пророков. Настоящих пророков. Истинских пророков. Божьих пророков. Божьи пророков. Если бы Авдий их не спас, то она бы истребила их всех. Акку Авдия не бешеги спасил, тя беги истребила всички ты. С другой стороны Изавель. И у друга страна Изавел. Она содержала на своем собственном издевении. То есть она была очень богатая. Была много богата. Сколько жрецов она содержала? И со своей пари тя издержала жрецы. Четыреста пятьдесят жрецов Вала. Четыреста пятьдесят. И четыреста пророков Астарты. И четыреста очень пророков Астарт. Которые назывались Дубравными. Вы можете себе представить объем, масштаб. Можете просто представить този обем, масштаб. Злодеяние этой женщины. На злодеяние это на тази жена. Ну, вроде бы как женщина, да. И уж жена. И имела такую колоссальную власть. И имела толкова гуляма власть. Конечно, она сама была дочерью царя. И воспитывалась она в языческой стране. И все воспитывала в физическом державе. И для нее это было вообще нормально. Нормально ходить гадалкам. Нормально доходить при глядачке. Нормально обращаться там к карте Таро. Изучать различные зодиакальные системы. Да изучала различные зодиакальные системы. И, конечно же, она это ввела и в Израиле. И разбирайся това в вела и в Израиле. То есть с чем это можно сравнить? С какого можно сравнить? Вот президентский уровень. Это всегда президентский у него. Цари восседают. Там застава царей. Президент и его жена. Президента и женаму. Царь и его жена. Царя и женаму. Дочь языческого царя. Дочь царя на языческий царь. Ввела кабинет министров. И ввела кабинета на министри. И кабинет министров довольно обширный. Министр, отвечающий за хиромантия. Министр, отвечающий за черную магию. Министр, отвечающий за белую магию. И каждый министр за что-то отвечает. То есть вот эти 450 жрецов. Они не просто колдовали. Правили тези магии. Они это активно внедряли. То есть это внедрялось на территорию Израиля. Каждый жрец имел территориальное влияние. Людей в то время учили поклоняться вуалу. И языческому богу. Богу солнца. На Руси тоже одно время очень много поклонялись богу солнца. И в Руси по одно время също много се поклоняли на бога на слънцето. И в Болгарии было время, Милен может подтвердить, было время, когда очень сильно поклонялись богу солнце. Какой-то отдельной звезде. На некакво отделна звезда. И я хочу сказать о том, что во многих языческих странах, Совсем недавно был скандал. Совсем наскоро имел скандал. Но казалось бы, президент Южной Кореи. Уж президента на Южной Корея. Женщина. И жена. Имеющая колоссальное влияние. Която има много силное влияние. Знаете, в Южной Кореи есть такое правило. И в Южной Кореи има такое правило. Че почти винаги президента се избирал, както в Америка. И много голосове се отдават за президента. Когда президент является. Когато президента се явява. Стабильно является. Стабилно се явява. Членом какой-либо церкви. Члена на някоя церква. Христианская община. И вот вроде бы эта женщина, она была. И уж тази жена е била. Членом евангельской церкви. Но слава, деньги, влияние власть, потихонечку ее вот так отдалили от Бога. И она нашла себе гадалку, которая ей гадала. Что делать? В политике, в юриспруденции, в семейных личных отношениях. И по всички параметри тя се съветвала с глядачка. По глядачката била много посвящена. То есть гадалка имела общение с бесами. И очень часто она говорила очень точные, реальные, явные вещи. И вот так все там закрутилось. И через президента Южной Кореи. Пошла такая бесовщина. Такое бесовско влияние на всю страну. Едно бесовско влияние на цялата държава. Такая коррупция. Една голяма коррупция. То есть люди продавались и покупались. И через какое-то время это, конечно же, вскрылось. И след някакое время това всичко се открыло. На сегодняшний день это бывший президент. Слава Богу, что в Южной Кореи работает право. Слава на Господь, что в Южной Кореи работает право. Ее осудили. Не, са ее осудили. На пожизненный срок. За доживот. Можете себе представить? Президента осудить на пожизненный срок. Никогда больше она из тюрьмы не выйдет. Потому что она манипулировала. За что-то ее манипулировала. Покупала и продавала. Упувала и продавала. Совершенно беззаконно. Беззакон. Вела в страну коррупцию. Вывела и коррупция в държаву. Самое страшное было обвинение. Обаче най-страшное обвинение было. В том, что она вела оккультные силы. В това, че вовела оккультные силы. И советовалась не с советниками. И се советовала не с советницей. А с глядачка. Как часто это происходит во многих странах. Люди отходят от Бога. Че хората се трыгват от Господа. Царь Саул отошел от Бога. И сказал, пойду-ка я погадаю. И пошел к гадалке. Об этом Библия говорит. Царь Саул. Первый царь Израиля. И что ему гадалка сказала? Она произнесла ему суд. Потому что Пророк Самуил еще вмешался. И вышел как бы из земли. И проговорил слова. Что в первом же бою. Погибнешь ты. И сыновья твои. И вот сегодня моя основная мысль. Она такая. А куда вообще смотрит Бог? На къде изобщо гледа Господь? Люди могут спросить. Хората может да питат. Вот в стране бородак. В държавата е пылен хаос. Пълно беззаконие. Раздутый кабинет министров. Много голям кабинет на министров. Ако сравняваме, например, со Швейцарией. В Швейцарии всего лишь 8 министров. Там има само 8 министров. Я точно не помню. 7 или 8 министров. Не си вспомним точно. 7 или 8. Я видел это снимок. Где стоят 7 или 8 министров. И на работу ездят они. На велосипедах. И вот это даже трудно себе представить. У них нет крутых машин. У них нет крутых вил. Нямат скопи вил. Это просто патриоти своей страны. Глубоко верующие люди. Кои-то дълбоко веруют. И они не забирают много денег. И те не взимат много пари. Все деньги идут на обеспечение народа. Поэтому Швейцария стоит. На первом месте. Как самая высоко цивилизованная держава. А почему так произошло? Потому что Бог ее поднял. За что Господь ее издигнал. Согласны со мной? Согласны листики. Там гимн страны в христианский. Поют и воспевают Бога. Слава нашему Богу. Слава на нашу Господь. Мы продолжаем. Но Изавель на этом не хочет останавливаться. Она поискала, побивала почти всех Божьих пророков. Но был еще известный пророк. Самый известный. Самый невероятный. Най-невероятный пророк. Который вызвал на дуэль. Който ее извикал на дуэль. Помните это, да? Вызвал на дуэль. Викнал ее на дуэль. Но если с вами Бог. Что он спас Господь из вас. Ну давайте выйдем. Нека излезем. На поляна. На една поляна. Ваших 450. Ваших 450. Пророков. В кавычках. В кавычках. Пророков ваалы. Пророков ваалы. И еще 400 жрецов. И еще 400 жрецов. Лжебогини Астарты. И давайте возьмем двух тельцов. И нека вземем две телета. Вы создаете, построите там жертвенник. И еще создадите один жертвенник. Возложите своего тельца. Обложите его хворостом. Но не поджигайте. И я создам свой жертвенник. Я создам свой жертвенник. И возложу своего тельца. Помните эту историю? Коротко скажу. 450 жрецов ваала. И еще 400 жрецов Астарты. Построили хороший качественный жертвенник. Обложили его дровами хворостом. С сухими дровами. Вот осталось только поджечь. Искру запустить. И все загорится. И тельца возложили. И да сложат едно теле. А что сделал Илия? И какво направил Илия? Он построил жертвенник. Обложил так же дровами. Също и сложил покрай него дрова. И потом, совершенно нелогично поступил. И после, совсем нелогично. Попросил там людей, там рабов, своих людей. Своих хора. Чтобы они начали этот жертвенник заливать водой. Да започна да заливат този жертвенник с вода. А вкопал этот жертвенник рвом. И туда лили, пока этот ров не наполнился водой. И заполивали този жертвенник, до като тази дубка не се наполнила. И возложил своего тельца. И сложил своето теле. Загорится ли жертвенник? Да лично се запази този жертвенник. После того, как его залили просто водой. След като го сазаляли с вода. Ну вот, кто был в лесу и поджигал костер во время большого ливня. Кой-то ебил в гора и епалил огонь по времену дождь. Ну практически это невозможно. Знает, това и почти невозможно. А собрался народ. Мы сейчас собрали хора. Собрался Израиль. Собрался Израил. Посмотреть на вот это действие. Доклядят твое действие. Чем это все закончится? Как же теперь круче? Это написано в Третье Царство, тоже 18 глава. Третье Царство, 18 глава. Я хочу эпизодично прочитать, потому что это очень важно. Семнадцатого стиха. Когда Ахав увидел Илью, то сказал Ахав ему, ты ли это смущающий Израиля? И сказал Илья, не я смущаю Израиля, а ты, дом отца твоего, тем, что вы презрели повеление Господне и идете вслед Ваала. Теперь пошли и собери ко мне всего Израиля на гору Кормил 450 пророков Вааловых и 400 пророков Дубравных, питающихся от стола Изавели. И послал Ахав ко всем сынам Израиля и собрал всех пророков на гору Кормил. И подошел Илья ко всему народу и сказал, долго ли вам хровать на оба колена? Если Господь есть Бог, то последуйте Ему. А если Ваал, то Ему последуйте. И не отвечал народ Ему ни из слова. Ни из слова. Вы знаете, как это похоже? Я сейчас не говорю про Болгарию. Я всегда не говорю за Болгарию. Потому что сейчас это происходит и в России. И в Казахстане. По всему СНГ. Я не говорю сейчас о просто народе. Я говорю о Божьем народе. Божий народ, который просто тупо молчит. когда происходят такие страшные беззакония, какие сейчас происходят. Просто полный беспредел. И не отвечал ему народ ни слова. И сказал Илья народу, я один остался пророк Господень, а пророков Валовых 450 человек и 400 пророков Дубрамных, то есть 850 лжепророков. И пусть дадут нам двух тельцов, и пусть они выберут себе одного тельца. Я об этом уже рассказал, я это пропущу. И взяли они тельца, эти лжепророки, которые дан был им, приготовили и призывали имя Вала от утра и до полудня, говоря, Вали, услышь нас. Но не было ни голоса, ни ответа. Искакали они у жертвенника, который сделали. В полдень Илья стал смеяться над ними и говорил, кричите громким голосом, ибо он Бог. Может быть, он задумался или занят чем-то, или в дороге, а может быть, спит. Так он проснется, и стали они кричать громким голосом и кололи себя по своему обыкновению, ножами и копьями, так что кровь лилась по ним. Прошел полдень, а они все еще бесновались, по-другому не скажешь. Бесновались до самого вечера, до самого времени вечернего жертвоприношения, но не было ни голоса, ни ответа, ни слуха. И сказал Илья Весвитянин, пророком Ваалам, теперь отойдите, чтобы я совершил мое жертвоприношение. Они отошли и умолкли. Тогда Илья сказал всему народу, подойдите ко мне, и подошел весь народ к нему. Вы знаете, мы сейчас подходим к кульминации. Очень важно, чего народ ждет. Многое важно, какого чаква народа. И в России, и в Казахстане, и в Болгарии. Он восстановил разрушенный жертвенник Господень и взял Илья 12 камней по числу колен сынов Якова, которому Господь сказал так, Израиль будет имя твое. И тоже я это подробно описал, о том, что заливали, заливали этот жертвенник, и ров наполнился водой. С 36 стиха. Во время приношения вечерней жертвы подошел Илья пророк и возвал на небо и сказал, «Господи, Боже, Авраамов, Исааков и Израилев, услышь меня, Господи, услышь меня ныне в огне, да познай сей день люди сей, что Ты один Бог в Израиле, и что я раб Твой и сделал все по слову Твоему. Услышь меня, Господи, услышь меня, да познай народ сей, да познай народ сей, что Ты, Господи, Бог, и Ты обращишь сердце их к Тебе». Вот в этот момент происходило обращение народа к Богу. И в тот же момент и случилось обращение народа к Господу. Народ ждал чудо. И народ понимал, что если сейчас произойдет вот это, о чем Илья говорит, то это точно пророк от Бога. 38 стих. И не спал огонь Господень, и пожрал все сожжения, и дрова, и камни, и прах, и боглотил воду, которая во рве. Увидев это, весь народ пал на лицо свое и сказал, Господь есть Бог, Господь есть Бог. И сказала Илья, схватите пророка в алах, чтобы ни один из них не угрылся. И схватили их, и отвел их Илья к потоку кессоны, и заколол их там. 850 человек было заколото, потому что это были колдуны. И это вскрылось. Вскрылся тот факт, что это вообще никакие не пророции. Их Бог вообще ничего не может. Их техния Господь нищо не может. Рядом с живым Богом даже рядом не стоит близко. И той не застава изобщо близо до живия Бог. И сказал Илья Ахао, 41 стих. Пойди, ешь и пей, ибо слышен шум дождя. И пошел Ахао есть и пить аля. А Илья взошел наверх кормилой, поклонился к земле и положил лицо свое между коленами своими. И сказал отруку своему, пойди, посмотри к морю. Он три раза его посылает. Отрак возвращается и говорит, вот я облачко там увидел. Потом оно больше. Потом заслало все небо. И потом ливанул такой дождь. Между тем, сделалось мрачно небо, от туч и от ветра пошел большой дождь. Ахао сел в колесницу, заплакал и поехал в Израиль. То есть Бог все-таки касался царя Ахао. То есть Господь все пак докос в сердце ту на царя. Он чувствовал, что Бог здесь. И то и усештал, что Господь и тук. И последний стих. И была на Илье рука Господня. Он напоясал чресла свои и пред Ахао до самого Израиля. То есть последний стих 18 главы. Но как начинается 19 глава? Как за почву 19 глава? Ахао пошел и пересказал все Изавели. Ахао утива и предсказывал та же история на Изавел. И пересказал Ахао и Изавели все, что сделал Илья. И то, что он убил всех пророков ее мечом. И послал Илья посланца к Илье сказать. Если ты Илья, а я Изавель, то пусть то и то сделают мне Боги. И еще больше сделаю. Если я завтра к этому времени не сделаю с твоей душой того, что сделано с душой каждого из них. И что происходит дальше? То есть Изавель обещает убить Илью. А у женщины была под руководством большая армия. Я хочу сказать, что если бы Изавель приказала. Схватить пророка Илья. То конечно его бы искали, привели бы. И потом бы убили. Но Илья. Что сделал? Он бежал. Такой страх пришел. Я думаю, что после вот этой стычки с лжепророками. След от вас блыскывания со с лжепророками. Конечно, Илья он находился в таком состоянии. Разбирается Илья, если я намерил в таком состоянии. Ну, я бы так сказал, выхолощенным. Из хабен. Кату порсал. Потому что я знаю, что такое духовная брань. За что-то знам, какво е духовная битка. И иногда бывает, что после духовной брани. И понякога след подобной духовной битки. Ты просто можешь лежать как труп. Ты просто можешь да лежишь как труп. А то тебе сразу говорят, что тебя ищут. И тук веднага тебе казват, что тебя ищут. И искат да тебя хванат. И завтра тебя убьют. И утре ще тебя убият. И что сделал Илья? Он бежал. Потом заснул. И след това заспал. Ангел Господний пришел. Господин Ангел утишел пред Него. И укреплял Его. И принес Ему хлеб и воду. И ему и донесал хляб и вода. И Илья проснулся. И Илья се забудил. Увидел, что рядом с Ним лежит хлеб. И видял, что до Него има хляб. Вот сегодня у нас трапеза Господня. И стоят кувшин с водой. И застанул една кана с водой. И все это было сверхъестественно. Он поел хлеба. То есть взял хлеба. Попил этой воды. И что потом Библия говорит. И какво казва Библия. И потом он побежал. И отново тръгнал да тича. И сколько он бежал. И колко он бежал. Илья бежал. Или е бежал. 40 дней. 40 дена. И 40 ночей. И 40 ночей. Я думал, что он конечно же иногда останавливался. Отдыхал. И разбира се, сигурно се испирал да си почивал. Но Писание говорит о том, что в этот период. Писание доказва, что через този период. Он ничего не ел. То есть одно дело находиться. В 40-дневном посте. То есть едното е да се намираш в 40-дневен пост. И там почти не двигаться. И да не се движеш изобщо. Лежать. Да лежишь. А другое дело 40 дней не есть. Пък и другое 40 дена да не едеш. И бежать. И да тичеш. И он бежал, 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 бежал. Вам интересно вообще? Интересно ли ви? Но это очень важный, кульминационный такой момент. Това е много важен, кульминационный момент. Вот за кем мы последуем? Кого ще последваме? Вы знаете, сегодня есть власть и начальство. Днес имаме власть и начальство. И мы обязательно за них еще и еще будем молиться. И разбирал се, что си молим за тях. Но кто-то очень хорошо сказал, что власть и деньги портят человека. И потом добавил. И след това и добавил. А абсолютная власть портит человека абсолютно. Вот точнее не скажешь. Когда человеку дана абсолютная власть, он просто превращается в какого-то деспота. И сегодня мы видим по многим странам это происходит. И днес виждаме в много държави как се случва това нещо. Просто, еще раз повторяю, полное беззаконие. Просто пълно беззаконие. Полный бардак и анархия. Пълна лудница и анархия. И вот иногда и я тоже спрашиваю. И в някога също се питам. Господь доколе? Господи. Сколько ты будешь еще терпеть? До кога ще терпиш? Терпеть и долго терпеть. До кога ще дълго терпиш? Но знаете, именно об этом говорит Священное Писание. Точно за това не говори Святото Писание. Именно об этом говорит вот эта ситуация, которую я подробно сегодня я скажу. Смотрите. Вижте. Пророк Илия. Который помолился. И не было дождя 3 года и 6 месяцев. Потом помолился и Бог дал дождь. По его молитве происходили воскрешения. Он помолился, докатка не истощалась и давала масло. То есть это был реально чудотворец. Той наистина и был чудотворец. И люди, которые близко знали его. И хората, които го познавали отблизу. Они понимали, что человек, Божий человек. Те са разбирали, что това е Божий человек. И, кстати, по приказу царя его хотели несколько раз взять. И даже според указа на царя, няколко пъти са искали да го хванат. 50 солдат приходило к нему. 50 войници са идвали при него. Но это было бесполезно. Обаче това было бесполезно. Они не могли его взять. Те не са успели да го хванат. Второй раз пришли. За второй път утишли. Второй раз не смогли взять. И второй път не успели да го хванат. Опять же, сошел огонь и их просто попалило. А когда третий раз пришло взять одного человека, 50 войнов, душило огонь и ги запалило. И когда са дошли 500 войнци да хванат один человек... Равная ли расстановка позиции? 50 профессиональных убийц. Пришли взять одного мирного человека. И они пришли в страх. И они давали его упрашивать. И те са започнали да го молят. Пожалуйста. Илия. Пойдем с нами. Илия смилостивил. И пошел с солдатами. И утишел с войниците. Каква власть е имал този човек? Божия власть. Почему? За что? Потому что этот человек принял решение следовать только за Господа. И исполнять только то, что он говорит. И не делает того, что Бог не говорит. Аминь или не аминь? Это правда. Это истина. Так говорит Божье слово. Така казва Божьето слово. Ну вот я хочу сказать вам сегодня такую простую мысль. Искам да ви кажу днес една лесна мысль. Вот в демоническом мире. Че в демоническом свят. Есть две силы. Има две сили. Которыми они пользуются. Които используют. Это контроль и манипуляция. И това и контрола и манипулацията. Демонам очень важно контролировать человека. За демоните им много важно да контролировать человека. И научиться им очень легко манипулировать. И да се научат лесно да га манипулировать. Чтобы человек просто был как марионетка. За да може човека просто да е като кукла. Чтобы человек был послушным. Човека да е послушен. Человека надо напугать. И човека трябва да се стресни. Вот я хочу сказать, у сатаны нету ничего. Он отец лжи. Он очень ловко просто лжет. Если люди начинают ему верить, они входят в состояние страха, паники, и потом начинают делать то, что дьявол им говорит. Вот сейчас это происходит. Идет запугование нации. Сега заплашват нации и народи. И потом идет легкая манипуляция. И след това следват манипуляции. То есть людям говорят, и они просто тупо исполняют. На хорта им се казва, и те просто го исполняват. Я хочу сказать о том, что сегодня Духа Изавел действует так, как никогда раньше. И искам да кажу, что сега Духа на Изавел действует как никогда преди. И он уже, можно так сказать, действует глобально. И сега действует глобально. И что нам верующим делать? Какво да правим ние и верующите? Иногда мы, а может быть часто, задаем такой вопрос. Понякога и даже честно си задаваме този вопрос. Доколе это беззаконие будет умножаться? И к чему мы призваны? И к какво сме призывани? Мы призваны говорить правду. Призывани сме доказываем истината. Вот просто раз я говорила о Божьем Царстве. Минали я подговорих за Божието Царство. У Божьего Царства есть свои принципы. Божьето Царство живет по своим законам. Божьето Царство не пищи и питье. Но что? Но праведность, мир и радость во Святом Духе. Вы знаете, у Божьего Царства нету территориальных границ. Почему? Потому что Божье Царство распространяется внутри человеческих сердцов. Божье Царство внутри нас есть. Так написано. Оно в нас. Никто его не видит. Но оно сейчас в каждой стране. В каждой стране есть верующие люди. Които се молят. И которые призваны говорить правду. Които са призвани да казват истината. Царям, наставникам. На царете и на наставнице. На управляващите. Начальник, ты не прав. Начальник, ты делаешь зло. Начальник, ты просто манипулируешь народом. То, что сейчас происходит, это просто анархия. Мы призваны говорить Божьи суды. Или именно это и дело. И Илья точно твое правило. Он прямо царю в глазах говорил то, что говорил ему Господь. Сказать. И смотрите, я хотел прочитать сегодня очень важное место. Оно тоже написано в Третье Царство. И еще одно много важное место. В Девятнадцатой главе. В Нового Третьего Царства. Девятнадцатая глава. Три стиха. С Девятого по Двенадцатый. Вот Девятый стих. Вот Илья спрятался в пещере и ночевал в ней. Девятый стих. И вот было к нему слово Господне. И сказал ему Господь. Что ты здесь, Илья? Он сказал. Возревновал я, Господи, Боги Савовом. Ибо сыны Израилева оставили завет, вы разрушили твои жертвенники, пророков твоих убили мечом. Остался я один. Но и мои души ищут, чтобы отнять ее. И сказал. Господь сказал. Выйди и стань на горе пред лицом Господним. И вот Господь пройдет. И большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом. Но не в ветре, Господь. После ветра землетрясение. Но не в землетрясении, Господь. И двенадцатый кардинальный стих. После землетрясения огонь. Но не в огне, Господь. После огня веяние тихого ветра. И что написано? И там Господь. По-болгарски. Ты на глаз. И там Господь. Вы знаете, о чем это говорит вообще? Вот если говорить про Божьи приоритеты. Если бы Бог был только силой. И только справедливость. То эта земля давно была уже просто уничтожена. Та земля была уничтожена давно. Просто Бог бы ее испепелил. Не оставив ничего живого на этой земле. И Бог уже так один период хотел сделать. Но Бог, Он не в гневе. Бог, Он не в сокрушающем ветре. Не е в сокрушающий вятер. Вот знаете, вот ученики ходили за Иисусом. Ученици са следвали Иисус. Господь, вот этот город не принимает тебя. И са казвали, Господи, Давай мы на него огонь сведем. Този град не те приема. Нека да свалим огонь върху тях. А Иисус Христос что ему отвечает? Пок Иисус какво ему отговарил? Не знаете какого вы духа. Ви не знаете от кой дух Иисус. Иисус не для этого пришел. Иисус не е душил за това. Он не в огне. Он в вене тихого ветра. Каким прообразом является тихий ветер? Вы знаете, это прообраз Духа Святого. И прообраз невероятный. Безграничный. Глубочайший. Божья любовь в Иисус Христос. Иисус пришел на эту землю. Иисус не е душил на тази земля. Не для того, чтобы погубить этот мир. А чтобы что? Спасти. И желает всех людей привести к чему? И даже Изавель. Бог хочет привести к покаянию. Хотите об этом прочитать? И это будет уже почти последнее место. Потому что потом у нас будет еще одно место к трапезе Господне. Но в книге Откровения что написано? Давайте мы прочитаем. Во второй главе. Я буду уже заканчивать. С 18 стиха. И ангелу феатильской церкви напиши. Так говорит Сын Божий, у которого очи, как пламень огненный, и ноги подобные Халкиловану. Знай твои дела, и любовь, и служение, и веру, и терпение твое. И то, что последние дела твои больше первых. Это очень важно. Но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь. Немного имею против тебя. Потому что для Бога дух Изавели – это такой один мерзкий, вонючий душок, который просто одним щелчком. Но люди почему-то вот так вот хотят жить, чтобы Изавель ими манипулировала, управляла. И людям это нравится. Потому что взамен даются какие-то блага. Но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Изавели, называющей себя пророчицей, учить и вводить в заблуждение рабов моих любодействовать и есть идоложертвенные. И смотрите, что говорит Господь. Я дал ей время покаяться в любодеянии ее. Что Бог дает? Какво Господь дава на Изавел? Время покаяться. Вот какова величина Божьей любви? Божьего долготерпения. И Божьего долготерпения. Да я бы эту Изавель бы, да, там. Астазия Изавел. Из СВД, да, то есть со снайперской винтовки где-нибудь, ну, просто бы просто завалил бы. Бих я застрелил просто некогда. Если бы был бы неверующий, да. Слава Богу, что я верующий человек. Слава Богу, что я верующий человек. Уже столько бы тут накуралесил бы. Только дела бих извершил. Но Бог сдерживает мой гнев. И я понимаю, что Бог, Он не в этом, Он не в огне. Той не е в това. Той не е в гнева. Самая главная характеристика Бога. Най-важната характеристика на Господ. Бог е любовь. Господ е любовь. Бог е любовь. Господ е любовь. Бог е любовь. Не мщение. Аз воздам. Не маст. Но сделайте все возможное, чтобы на всякое зло. Вачи направите так, за всякое зло. Ответить добром. Правда? Друг говоримся с добром. Нелегко. Не и лестно. Но с Богом все возможно. Вачи с Господом всичко и возможно. Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась. Вот я повергаю ее на одры и любодействующих с ней великую скорбь, если не покаяться в делах своих. И детей ее поражу смертью, разумея все церкви, что я есть им испытующие сердца и внутренности. И воздам каждому из вас по делам вашим. Аминь. Аминь. Что происходит, ребята? Как восстава духа. Смотрите, у нас христиан есть великая надежда. И христианите имами великая надежда. Почему мое сердце спокойно? Вот Иисус Христос говорит. В мире будете иметь скорбь. Но мужайтесь. Потому что я победил этот мир. Иисус Христос победил этот мир. Нам не нужно переживать. Потому что рано или поздно. Бог каждому воздаст. По делам Его. Скажи на это Аминь. И вот ты сегодня смотришь. О Господи, вот этот человек такой злой. О Господи, този человек толку беззакония сделал. И толку беззакония извышил. Столько людей страдает. Целый народ страдает. Господи, приди на него огнем. Но вот этого не будет, понимаешь? Потому что Бог долготерпит. И Бог приготовил для него. Особенный суд. Особенный суд. И как правило, человек то, что сам сеял. И как правило, человек какого-то посеял. То и пожинает. То ваше пожине. Но знаете, вот я еще полтора года тому назад узнал. И година и половина преди. Я позвонил в Казахстан. Сюбарих в Казахстан. Экспертом. Наедни эксперти. Инфекционистом. Инфекционистом. Эпидемиологом. Эпидемиологом. И спросил вообще, что вообще происходит? Что это? Какой это? Что за коронавирус? Каков это тоже коронавирус? Что это за ковид? И знаете, что мне они ответили? Знаете ли, как вас ими отговорили? Они мне ответили. Только это такая... В те времена это была секретная информация. Мы говорили, что сами не знаем, как это мог относиться. Мы исследовали этот вирус. Под большим микроскопом. И установили. Что это не вирус вообще. Природа. Такое создать вообще не может. Это и не вирус. Это не бактерия. Это искусственно создано что-то. И по Женевской конвенции. Можно дать четкое определение. Можно дать конкретное определение. Это всего лишь биологическое оружие. Че това и само биологическое оружие. Массовое поражение. За массовое поражение. Вот сегодня я об этом официально заявляю. То, что я услышал своими ушами. И за това тази вакцина. Это вообще не вакцина. Она даже экспериментов не прошла. И даже не и минала эксперименти. И то, что сейчас происходит. И това, кое-то се случва сега. Это короткое определение. Просто зачистка населения. Зачистка популяции человечества. Просто вот так почистить. Просто да се исчистить. И это считают гуманным. Потому что мы освобождаемся от кого? От старых людей. От людей с хроническими легочными заболеваниями. От людей с хроническими сердечными заболеваниями. От хора с хроническими сердечными заболеваниями. Земля перенаселена. Ее нужно немножко освободить. И это будет очень хорошо. Вот так люди размышляют те люди, которые сидят там наверху. И что меня сегодня успокаивает? Я точно знаю. Что те люди, которые вот это посеяли. Они рано или поздно это сами пожнут. Рано или късно ще пожинат. Вот в своей жизни. В свое живот. Вот это проклятие. Вот это вот смерть. Тази смерт. В первую очередь на себе и на своих семьях. На самих близких людей. Потому что Бог поругаем не бывает. За чтото Господь не может быть поругаем. Что человек посеет, то и пожнет. И каквото посеет човека, то и пожнет. Вот такое слово у меня сегодня. И това слово беше за днес. Я хотел бы немножко вернуться. Бих искал малко да се върна. К названию проповеди. К названието на проповедта. Илия или Езавел. Жизнь или смерть. Живот или смърт. Благословение или проклятие. Благословение или проклятие. Сме призвани да исполняваме неговите заповеди. Вот сегодня я хотел вас призвать к особенной молитве. Мы сегодня можем. Мы вообще здесь иммигранты. Да, в основном. Днес сме иммигранти, основно, нали? У нас здесь вообще нет никаких прав. И нямаме никакви права. Ну, права такие, птичьи. Нас в любой момент могут просто пнуть и мы улетим отсюда. Могат в всякий момент да не излетят оттуда и да излетим. Но что мы можем? Обаче какво можем? Мы можем молиться. Можем да се молим. Правда? И молитва это колоссальная власть. И молитва это и много гуляма власть. Ну, вот как молиться? Многое может усилена молитва праведного человека. Многое может усилена молитва на праведнее. Как важно хранить себя в праведности? Колко важно да се сохраням ее в праведности. Потому что Бог слышит молитвы праведных. За что-то Господь чува молитвите на праведните. Мы помолимся сегодня за власть и начальство вот в этой стране. И можем днес да се помолим за власть и за начальство то в тазе держава. В Болгарии. В Болгарии. Чтобы проявилось. За да се прояви. власть и сила Божьего Царства. Чтобы поднялся Божий голос через Божьих пророков. Чтобы пришли суды на Болгарии. И те, которые сеют это зло, здесь, в Болгарии, чтобы они пожали это зло. Если не покаятся. И дай Бог, чтобы они покаялись. И перестали делать в своей стране, и в своей нации. Эти злые дела. Это коррупция. Истребление своей нации. За счет того, что сейчас практически насильственно. Людей вакцинируют. И сейчас уже не поймешь. Я не могу понять докторов. Я сам врач. Я сам врач. Но я вот клятву Гиппократа, я когда-то, я был уже христианином. Клятву Гиппократа я не давал. Потому что это уже проклятие. За что-то твое вече проклятие. Стать под клятву. Да застанешь под клятву. Но докторов я не понимаю сегодня. Сегодня трудно разобраться. Трудно и да разберем, какой врач тебя лечит, а какой врач тебя калечит, какой врач тебя спасает в реанимации и дает тебе жить. И какой врач тебя убивает. Профессиональные доктора-убийцы. Профессиональные лекаря-убийцы. Я говорю об этом с колоссальной болью в сердце. Но не дай Бог оказаться на месте такого доктора, который за большие деньги просто сознательно убивает своих братьев и сестры. Через один маленький укольчик. Уже очень много людей погибло. Главный раввин Израиля говорит такие предупреждающие слова. Израиль сегодня самая вакцинированная держава. Более 90% вакцинировались. Израиль сегодня же самая больная страна. Больше всего инфицированных ковидом, члены людей. И сейчас после третьего Пфайзера начался массовый падеж. Очень много евреев погибают. И раввин умоляет. Перестаньте делать вакцины. Они убивают вас. Убивают самую важную нацию на земле. Божий народ. Израиль. Давайте мы сегодня и за Израиль также помолимся. Давайте мы склоним наши сердца. Господь услышь нас. Написано, что даже если мы что-то смертоносное выпьем, не повредит нам. Укрепи нашу иммунную систему. Через силу Святого Духа. И Твого Святого Помазания. Через то, что мы очень верим Тебе, Иисус. Через то, что ты дал нам силу. Верим в то, что ты дал нам силу. И власть верующего. И власть на верующих. Наступать на всякое зло. Да на стып вами всякое зло. На Аспиды и на Скорпиона. На Аспиде и Скорпии. Ни одно оружие направлено против нас. Не будет иметь успеха. Благослови Господь Израиля. Благослови Болгарию. Благослови власти и начальство. Помоги им уразуметь. Подними Божих пророков. В этих странах. Дай ему смелость и дерзновение. Говорить Божьи слова. Доказывать Божьи думи. Царям и управляющим. На царете и на управляющих. На всяком месте. На всяком месте. И пусть по этим словам. Придут Божьи суды. Твои суды, Господи. Твоя суд. Если они не покаятся. Просто пожнут то, что когда-то посеяли. Подними церковь Твою, Господь. Живую церковь Иисус Христа. Живую церковь на Иисус Христос. Которая призвана. Стоять на высоте. Да застава на върха. И светить всем в доме. И да свети на всички в дома. И быть солью этого мира. И да бъде солтан на този свят. Подними своих Божьих сыновей. Подними своих Божьих дочерей. И пусть придет Твое могущество. Сила и принципа Твоего Божьего царства. Силите и принципи на Твоето царство. Ты обещал нам. И Ти си ни обещал. Что если мы согласимся. О чем-либо просить у Отца Небесного. За нещо да молим нашия Небесен Отец. В Името Ти. То да будет нам. То тогава ще бъде. И мы просим у Тебя. И ние те молим. Поставь здесь такого правителя. Да поставь здесь такого правителя. Поставь здесь такого пророка. Да поставь здесь такого пророка. Чтобы в Нем не сомнимался весь народ. Че в Него да не се сомнява целия народ. Через те чудеса. И чрез тези чудеса. Через которые Ты подтвердиш. Които ще подтвердиш. Что этот пророк. Что этот царь. Что этот царь. Помазан лично Тобой. Не помазан лично от Теб. Отпадут все сомнения. Ще отпадат всички сомнения. И кажу. И всеки човек ще каже. Такое невозможно творить. Если не будет с Ним Бога. Невозможно да твори. Ако няма Господ до него. И блажен народ. У которого Господь ест Бог. У которого президент ест Бог. У которого президента мой е Бог. У которого Бог е царь царей. И на който Бог е царя на царите. Господь господствующее. Благодарим Тебе дорогой Господь. Мы молились с молитвой согласия на Божьей церкви и прошу Тебя пройди сегодня по телу Господню. Пусть все те, которые сегодня страдают от этого вируса, от этого лжевируса просто получат полное исцеление. Господь, я прошу Тебя пусть даже те, которые вакцинировались не получат от этой вакцины никакого вреда, потому что поверили в Тебя, что Ты есть и сегодня Целитель, что Ты есть и сегодня Спаситель. Ничто смертоносное не повредит нам. Мы молились во имя нашего Господа, Иисуса Христа. Аллилуйя. Можете сказать на это Аминь? Аминь. Пусть Бог нас благословит. Сегодня мы, как всегда, когда у нас трапеза Господня, не можем...